Интеллектуальный турнир Какого она возраста, какой национальности Чтобы стереть все эти границы И чтобы люди понимали, что мы единый локомотив нашей республики Который будет двигать эту республику вперед А сколько вы собрали людей? Ну, к нам на первый наш турнир пришло около 150-200 человек Ничего себе! Из них мы сформировали 12 команд участников При этом мы старались сформировать команды не готовые, которые к нам приходят Мы рандомно развивали их на месте Почему мы так делали? Для того, чтобы люди играли не в наработанных своих командах И не со своими знакомыми А попадали в круг общения, которых они вообще не знают Это как раз таки опираясь на ту цель, которую ты только что озвучил Чтобы люди могли знакомиться друг с другом При этом, если есть люди, у которых есть какие-то определенные стереотипы Насчет каких-то национальностей, насчет каких-то, может, возрастов Чтобы они попали в эту среду и убедились, что нету ничего такого Все мы одинаковы Вот так вот Слушай, как интересно Я даже не подозревал, что цели могут быть такими Я думал, максимум, что там будет Проверим знания Да, проверим знания Интеллектуальное развитие молодежи и тому подобное А тут цели гораздо более интересные и глобальные Как результаты? Насколько вообще интеллектуальная молодежь? Потому что все равно Это как первая и главная задача Он все-таки интеллектуальный турнир Насколько высокий уровень знаний у современной молодежи? На самом деле Я-то знаю На самом деле мы были очень приятно удивлены Потому что на множество вопросов, которые задавались Люди знали ответ При этом не только игроки, которые готовы были прийти и играть А именно те, которые сидели в зале Им тоже задавали вопросы На которые они тоже отвечали При этом самое главное хочется отметить То, что мы не задавали каких-то конкретных тематик Чтобы люди не готовились Наша главная задача в этом была Чтобы люди пришли на трезвую голову Чтобы не зазубривали ничего И не знали никаких абсолютно тем, на которых будет проводиться игра Отлично А я вот, прости Я предлагаю нам в конце, чтобы ты задавал несколько вопросов А мы попробовали на них ответить Я хочу тебе сказать, что мне кажется На мимоходом в следующий раз Нужно вот локомотив собрать И пойти снять Случайно их встречать Случайно их встречать Да, чтобы наши дорогие комментаторы были довольны В следующий раз Скажи, пожалуйста Вот ты сказал о том, что вы разделили на группы по 12 человек Сколько команд получилось у вас? Нет, мы делили их по 4 человека У нас получилось 12 игровых команд И вот как все проходило? То есть сколько времени на это все было затрачено? На самом деле мы пошли по олимпийской системе Чтобы у каждой команды был шанс сразиться То есть не на вылет игра шла А по круговой схеме Чтобы если команда проиграла в первый раз У нее был шанс отыграться И каждый играл с каждым И если честно, на это хоть и ушло времени Но все были довольны Никто не устал В течение около 3 часов мы закончили уже 3 часа всего? 3 часа? 12 команд А сколько вопросов было на каждый раунд? Там не было фиксированных вопросов Было до 5 победных ответов То есть если команда набирает 5 правильных ответов Она выходит дальше Лига эрудитов Чем-то напоминает вот эту систему Ты журил, ты знаешь Журил Расим, вот закончился интеллектуальный турнир Что дальше? У нас есть в планах в дальнейшем развивать это направление Поскольку у нас уже стоит задача провести второй такой же турнир И сделать его ежегодным Но проводить его не раз в год, а раз в полгодия Чтобы была летняя и осенняя сессия О, это очень круто А были какие-то ценные призы для победителей? Да А, даже были цепризы? Конечно, у нас были и партнеры мероприятий Такие как АИС Косметик Стейк Хаус, Сабвей При этом мы постарались разнообразно сделать подарки И наградили участников У нас, получается, были подарочные наборы Первое место это от АИС Косметик На второе место мы давали сертификаты на 4 тысячи в стейкхаус Потом на третье место мы давали по 500 рублей каждому в Сабвей И так далее У нас там были абсолютно разные призы Также к нам пришли Наурус Тимрезов Он подарил участникам сертификат Ну, точнее, абонемент в Лион Также пришел Эркенов Сапарбиназирович Также он подарил смарт-часы от себя То есть у нас в жюри сидели судьи, которые тоже от себя выбирали игроков И они тоже их награждали Также каждый союзник молодежи подарил по книге лучшему игроку на его мнение Интересно, знаешь, что команда победитель, которая получила набор косметики Это три лысых мужика И четвертая девушка, да? Если я правильно запомнил Ничего, я очень надеюсь, что как ты выразился у этих мужчин Один из них наш коллега, собственно Очаровательных лысых Есть спутницы, которым понадобится обязательно набор косметики Расима, скажи мне, пожалуйста Вот ты говоришь, что каждому участнику, прям каждому была подарена книга Какие книги дарили? Ну, абсолютно разные Каждый участник союза молодежи выбирал книгу, которая ему нравится И он дарил ее Получается, например, я дарил книгу «Тонкое искусство пофигизма» Ой, хорошая книга Я начал ее слушать Да? Я слушаю, да Вот, и каждый союзник выбрал себе книгу У нас там были по эконом-теории книги Ну, абсолютно разноплановые Начиная от научных, заканчивая просто художественной литературой Расима, спасибо большое за, мне кажется, во-первых, за мои мероприятия Нашему городу нужны такие мероприятия Это очевидно, это факт И очень приятно, что они проходят Ну и раз уж ты у нас в гостях, пожелай доброго утра нашим телезрителям Всем доброе утро Хотелось бы пожелать всем хорошего настроения и отличного дня И также не забывайте высыпаться Спасибо Отлично, спасибо большое, Россия Что ж, дорогие друзья, мы продолжаем эфир Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok